В Библии достаточно много, можно найти два слова в Иисусе Христе. Кто-то заметил? Ты читаешь Библию и написано во Христе Иисусе, в Иисусе Христе, в различных комбинациях, в Иисусе. И что же это значит во Христе Иисусе? И я помню себя, когда я только начал путь своей веры. Была информация различная, и я не был в конкретной церкви. Это было то капелло, какие-то пастора различные, которые приходили в тюрьму, литературу, которую я читал, и всякие издания, которые литеранской церковью сдавались, я читал. И что же такое во Христе? Это такое было объемное послание, текст был. И я начал читать про это, и потихоньку начал понимать, и начало приходить понимание того, что это такое. И очень важно понять, что значит во Христе Иисусе. И будет 7 ключевых слов, 7 пунктов, что значит быть и пребывать во Христе. 7 ключевых слов. Первое. Ключевое слово – это рождение свыше. Первое. Всего 7. И первое – это рождение свыше. Римлянам 3.23. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, потому что все согрешили и все лишены славы Божьей. Так написано в 24-м, получая оправдание даром по благодати Его и скуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления. Спасение, искупление. Бог приготовил нам искупление, спасение во Христе Иисусе. Итак, спасение во Христе. Искупление во Христе. И это первое ключевое слово. Спасение. И не в слишком традиционном понимании. И если ты понимаешь, что такое быть спасенным. Быть спасенным, значит быть во Христе. Это одно из. Быть во Христе, в первую очередь. Быть во Христе, значит быть спасенным. И что же значит? Это ключевое слово. Это рождение свыше. Спасение во Христе Иисусе. Принимайся за Христа к Своему Господу и Спасителю. Каждый человек, который принимает решение верить во Христа, который принимает Его к Своему Господу и Спасителю. И это действительно делает Бог. Не просто то, что мы Его принимаем, а то, что происходит потом с человеком после принятия Христа. Это то, что Бог совершает в нас. И кто во Христе Иисусе, тот новое творение. Что было, то прошло. И теперь все новое. И это самое большое чудо. И эта проповедь сегодня не просто так. Сегодня особенный день. Сегодня крещение. Сегодня вечеря. И все это связано. Вечеря, проломление хлеба, спасение, крещение. Все это связано со всеми этими пунктами. Но крещение. Не будем говорить про это, потому что это не самое главное. И вообще люди вне церкви. И вообще люди. Как же они понимают спасение? Они думают, ну спасение это когда я крещен, когда я помолвен в церкви, когда у меня крестик на груди. Так люди понимают спасение. Но это не самое существенное и главное. Спасение. Есть более важные пункты, и один из них это спасение. Итак, ни крещение, ни принятие вечерин, хлеба и вина сделайте спасенным. Но рождение свыше и принятие Христа. И как же быть спасенным? Как же быть рожденным свыше? Принять любовь к Богу, что Он умер за твои грехи, за твои немощи, за твои несовершенства, за твои грехи. Он был в огробии на третий день воскрес. И каждый человек, который в это верит, Он рождается свыше. И это не просто состояние нашего ума. Это свыше естественно, и это делает Бог, и мы сами не можем этого добиться. Это феномен, который я пережил сам в своей жизни. И миллионы тысяч людей пережили это. Это феномен. Человек был такой, и вдруг он другой. Его жизнь радикально меняется. И не только потому, что человек сам хочет измениться, но потому, что Бог меняет его. Не потому, что человек меняет мышление просто, но Бог делает его новым человеком. Человек хоть внешне и остается тем же, но он меняется изнутри. И у него даже на лице будут отражаться вот эти перемены. Знаете, как про Моисея написано, что его лицо светилось. По человеку видно, что перемены в нем произошли. И это действительно сделал в человеке Бог. И человек хочет жить по-другому. Но там нужно подключить и ум, и понимать, что человек, рожденный свыше, это живой человек. Но плоть старая, и образ мышления старый. И поэтому мы должны приспособить свое мышление к новому образу жизни, к Божьему пути. Не просто приспособливать образ жизни, как мы сами хотим. Нет, но ты должен соответствовать тому, кем ты стал во Христе. И ты делаешь что-то не просто, потому что это правильно, а потому что ты новое творение во Христе. Ты не хочешь грешить. У тебя новая природа, новая нутро, по Божьему образу сотворенное. Бог делает тебя по своему образу и подобию. И это феноменально, сверхъестественно. Это первый пункт. Рождение свыше. Я уже читал Римлянам 3.24. Спасение во Христе Иисусе. И Он приготовил нам спасение по Своей благодати. Он первый возлюбил нас. Он первый возлюбил нас. И следующий шаг мы должны совершить. И если человек выбрал Христа, следующий шаг – это Бог. Бог делает так, что мы рождены свыше. А потом опять наш шаг, что мы должны совлечь старого человека и превратиться в нового. И мы должны смотреть не только на Христа, но и мы должны преобразоваться. И мы спасены не по делам, но по благодати. Не по делам, а по милости, по благодати Божьей, по любви Божьей. Он таких нас, кривых, косых несовершенных, принял, спас. И, знаете, люди иногда совершают какие-то ритуалы, десять заповедей соблюдали в Ветхом Завете и так далее, чтобы быть угодными Богу. Но в Новом Завете есть милость Божия, просто по Божьей благодати, просто благодаря Божьей любви. Бог принял нас. И у тебя есть перемены изнутри. И потом, уже со временем, ты начинаешь соответствовать свои поступки, свои дела, свое мышление в соответствии к тому новому образу, который в тебе есть, к тому новому человеку. И здесь в Библии написано, что спасение только во Христе Иисусе. Вот оно, это рождение свыше. Но рождение, спасение, это только рождение свыше. Если бы это было бы так, тогда бы мы сегодня могли закончить эту проповедь. Достаточно же просто, что ты родился свыше. Нет, я просто это поставил как первый пункт, что значит быть в Христе. Но спасение – это нечто большее, чем просто родиться свыше. Это нечто большее, чем просто новое творение в Христе. Новое творение, ибо и рождение свыше – это часть спасения. Это начало, это первый шаг, это новое начало, новая ступень. Но это не все. Это неполное понятие того, что значит быть спасенным. Кому-то может казаться, я принял Иисуса Христа, вот и все. Ну, какие-то минимальные перемены он пережил, родился свыше, теперь у него внутри есть Иисус. И человек думает, что теперь он во Христе. Ведь вечную жизнь наследуют те, кто во Христе Иисусе. Не те, которые были, а те, которые есть во Христе. Во плоти. Новое творение. И просто из-за того, что ты один раз прочел молитву, не надо теперь считать, что ты спасен. И Бог по своей милости и благодати приготовил нам спасение. И это лишь начальная точка. Но само спасение – это очень широкий пункт. И чтобы ты мог лучше понять, будет семь ключевых пунктов. Три слова. Итак, следующее – это видение. Первое – это рождение свыше, а второе – это видение. Это единство, это все то, что под визией подразумевается. И кто шофер, тот поймет, а кто не шофер, тот тоже поймет. Я из своего опыта знаю. Я вам расскажу, как я еду. Как я еду. И ты теперь думаешь, ну, какой-то ужас сейчас расскажу. Будет какой-то материал новый. Итак, когда впереди поворот, тогда по правилам нельзя обгонять. Почему? Потому что ты не видишь машину, которая едет тебе навстречу. Ты не знаешь, что там впереди за поворотом. Но есть различные ситуации. Есть маленькие повороты или большие повороты. И бывает, есть сплошная линия. Ты не можешь обгонять на все поня. Есть такие повороты, где обрывистая черта. И по правилам его можно обогнать, выйти навстречу, сделать поворот. А бывает нельзя. И что я делаю в таких моментах, когда такой спорный момент, так сказать? Что происходит в голове человека? Ну, я думаю, в голове каждого человека, в голове каждого шофера. Да? У шофера, а потом у того, кто рядом сидит, такие же мысли в голове могут быть. Успеешь ли ты обогнать? Будет ли там машина встречная или не будет? И успею ли я? Ухватит ли мощности у машины? Не преувеличивай ли я скорость? И бывает 120, 130. Иначе ты обогнать не можешь. Потому что в Латвии есть мода ехать на 80 везде. И нельзя особенно обогнать легально, чтобы ты успел. Я знаю, есть такие шоферы, и я видел, даже недавно видел, что человек не пускает в свою полосу. Человек едет на 80, я начинаю, допустим, обгонять, потому что из-за этого тормоза ты тормозишь и не можешь ехать вперед. А он не пропускает, он считает, что он прав. Нет, он не прав, он должен пропустить. Но он специально не пропускает, и я все же встаю обратно в свою полосу. И кто длительно ездит, он знает все эти моменты. И каждый раз ты думаешь, успеешь обогнать или не успеешь. И ты думаешь, будет ли эта машина или не будет. Потому что бывает, ты иногда думаешь, я не буду обгонять. И бывает, ты не знаешь, вот надо обгонять, не надо обгонять. И бывает ситуация, когда ты очень долго едешь за фурой какой-то. И как пастор Марта Сиензитис поступает? Он обгоняет или не обгоняет в таких спорных ситуациях? Когда разрешено, но еще непонятно, можно обгонять или нет. Тебя пропустят, не пропустят, впереди будет встречка или нет. И что же делает пастор? В таких ситуациях он не обгоняет. Не обгоняет. Хотя в то же самое время можно говорить, что часто я обгоняю красиво, смело, дерзко, никого не желею. Я занимаю место, которое хочу занять. Я брутально влетаю в свой ряд. Иногда. И бывают ситуации спорные. И даже если впереди нет машины, я все-таки выбираю не обгонять. И я в это говорила так же, когда было слово пожертвования, был Чарльз, который гулял по веревке над Ниагарским водопадом. И с закрытыми глазами, с открытыми глазами, разными образами, путями. Я уже не помню конкретно, но вообще, скорее всего, этот человек умер. Рано или поздно он умер. Это очень опасно. Можно поисследовать, посмотреть, он остался жив или нет. Ну, конечно, что он умер, он же не бессмертный. Но я думаю, что он упал. Я не знаю так любое, но я думаю, что он упал. И если нет, то какой-то другой упал. И вполне возможно, он ходил, когда, допустим, шел к зданиям близнецам, шел по веревке и упал. Допустим, тебе надо пройти из пункта А в пункт Б. Если бы я пошел по веревке, или если бы я обгонял, у кого больше возможностей дойти до конца из пункта А в пункт Б? У пастора Йенцетеса, или у кого-то другого. И здесь нет никакой связи с Божьими благословениями. Со мной ехать безопасно. Я доеду до конца. Я дойду до конца. И то же самое со спасением. То же самое со многими различными моментами. Важна конечная цель. Конечная цель. Конечная цель важна. Видение. Первое – это рождение свыше. Второе – это видение. Единственное вокруг видения. Не просто один поворот. Но надо пройти не просто один поворот, или соблюсти какие-то условия одни, первые, вторые, третьи. И чтобы мы правильно поступали и так далее. И какие-то вещи нарушали, а какие-то, наоборот, нарушали. Есть различные этапы на пути к цели. Я вчера лидером одну идею учил. Я хочу, чтобы вы тоже услышали ее. Вы и те, кто были вчера, и те, кто не поняли. Есть два местописания о видении. Разраконие 31. Мы все читали. Ну, конечно, те, кто читали. Моисей не вошел в землю обетованную. И бывает, Моисей, кто не сделал, все не сделал, не послушал Бога. И Бог не сказал, что ты не войдешь в землю обетованную. Действительно ли это так было? Моисей, человек, который видел Бога лицом к лицу, нет такого другого человека, как Бог. Какую-то глупость он сделал. И вообще он шел к цели, он слушал Богу, он служил Богу. Он посвятил себя Богу, отдал всего себя, всю свою энергию, свое время, свою жизнь и так далее. И он шел к цели, в землю, где течет молоко и мед. Он вел народ до самого последнего момента. А он что-то не так сделал, не послушался, не так улыбнулся, не так сказал. Так может быть, что из-за этого ты не войдешь в землю обетованную? Смотрите, написано 31.2. И сказал им, теперь мне 120 лет, я не могу уже выходить и входить. И Господь сказал мне, ты не перейдешь Иордан в сеть. Он шел столько лет, а в землю обетованную не вошел. Господь, Бог твой, сам пойдет пред тобой, Он истребит народы, сие от лица твоего, и ты оладеешь ими. Итак, Бог сказал, что Иисус на Вин перейдет через Иордан и войдет в землю обетованную. Но ты сам не войдешь, Бог сказал Моисею. Видение было у Моисея, но он не дошел полностью до нее. Он не вошел в ту землю, в которую он шел, 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 шел. Он не вошел сам. Но Иисус на Вин вошел. И в чем же суть? Какая же суть? Моисею был важен свой поворот. Моисей должен был сам сделать то, что ему было верено, пройти свой поворот, который Бог ему верил на пути в землю обетованную. Он не обязан был именно сам войти в землю обетованную. И был такой человек по имени Авраам. И Бог проговорил ему, выйди из ура халдейского в землю, которую я укажу тебе. Выйди, считай звезды. Сможешь ли ты сосчитать их? 5.15. Можешь ли ты сосчитать их? Столько же будет у тебя потомков. И не просто у тебя будет много потомков. Там много чего написано. И я сделаю тебя великим народом. Народ. Страна. Страна. Страна в стране. Спасение – это не просто какой-то одноразовый акт. Спасение включает в себя видение и рождение свящего. Потому что у Бога есть цель через одного человека создать церковь. Скажи, церковь. Страну. Страну, которая похожа на страну. И был безбожий народ, безбожный мир. Единственная возможность была не изменить урхалдейский и народ там, но избрать свой народ и перевести в землю и создать там новый народ, народ Божий, который распространяется по всему лицу земли, которые будут идти и говорить всем, насколько Бог велик и прекрасен. И Бог создал государство. И как оно называется? Там был Авраам, Исаак, Яков, Иосиф. Потом пророки и так далее. Давид, Соломон. И потом пришел Иисус. После Иисуса Израиль перестал существовать фактически. Римский легионер, римское правительство, оно все подчинило себе это государство. Разрушило. Но Бог говорит, этот Израиль, который Бог создал, он свое задание не исполняет. Поэтому нужно искоренить эту страну и создать новую страну. Страну, где будут рожденные свыше. Страну, государство, общину, в которой люди рожденные свыше. Потому что Бога есть цель спасти людей. И поэтому мы должны строить церковь. И, друзья, мы должны понимать, что суть, корень Бога, идея, это не человеку, который воссоздать, а создать свое царство. И что мы молимся, молитвы очень наши. Пусть придет царство твое. Церковь – это страна. Страна – это церковь, церковь. И мы хотим, чтобы вся наша страна была церковью. Вот Божья цель, чтобы у него был свой народ. И нельзя одного человека привести к Богу или изменить, если нет церкви. И поэтому каждый из нас, ты, каждый, ты, я, мы должны сегодня сделать все, в свое время, в своем месте, возможно, чтобы пройти свой поворот. Вне зависимости от того, какая ситуация у нас в земле, в Латвии и так далее, и насколько велика наша церковь сейчас, важно каждому сделать то, что мы должны сделать. У нас есть видение, Богом благословенная Латвия, в которую люди едут, а не бегут. Даже если мы свое видение не увидим полностью, мы со своей стороны сделаем все, что мы должны сделать. И у нас в школе есть система, образование, налоги и так далее. И поэтому церковь должна быть везде, во всех сферах жизни, везде. Мы везде должны быть самые лучшие, самые лучшие. И это то, что многие люди не хотят понять, потому что именно мы, столб и основание утверждения истины. И мы должны показывать всем пример. Мы должны быть везде первые, самые лучшие, самые крутые. Мы везде должны быть самые лучшие. И не что церковь смотрит на мир, как лучше сделать, но что мир смотрит на нас, как сделать, как поступать, чтобы они смотрели на нас, не хотели брать на нас пример. И в Библии написано, что придут дни, когда люди возьмутся за одного человека Божьего. Я тоже хочу быть с тобой, я тоже хочу быть как ты. И там написано, что Божья воля была, чтобы ты давал другим народам, но никто не давал тебе, чтобы ты ни у кого не просил. Не то, что ты теперь должен всем давать взаимы и долги, да? Но речь идет о чем-то более глобальном. О международном фонде, что не Латвия будет заниматься, но мы будем другим давать народам. Если у нас будут свои правильные условия. Вот, неудачник, человек неудачник, у которого нет вообще понимания о стране, о финансах, образовании. И Царство Божие приходит не через одного человека, а через спасение народа, видение. И видение – это создание новой страны. Не просто Латвия как таковой. Да, конечно, Латвия – это хорошо. Но надо, чтобы была большая церковь, огромная, духовная, которая влияет на всех. И у нас есть христианское учение и Божьи принципы. А где-то, опять же, наоборот, очень слабые, без принципов. И Божья цель – это не просто спасение. Это детский сад, это АБЦН. Прими Иисуса своего Господа и Спасителя. Нет, этого недостаточно. У нас есть видение. Есть много дел, которые включены в это видение. И Бог сказал, я сделаю тебя отцом многих народов. Аврааму сказал это. Плитие 12.1. И сказал Господь Аврааму, и запомни, здесь что написано? Пойди из земли Твоей, от родства Твоего и из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе. Я произведу от Тебя великий народ и благословлю Тебя, да и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Цель Божья – сделать Авраама своим народом и создать новую страну, где Бог главный. И как только Израиль на протяжении сотен лет, они отдалились от Божьих принципов, Бог уже не может быть главой их страны. Бог сказал, все, вы меня не интересуете. Все, потопали, что-то другое. Создам новую страну. Сколько раз такое было, повторялось. Бог это говорил. Они меня не слушают, да и вообще все равно на меня. Мой народ не знает меня. Я создал такую большую страну, государство, Израиль, а они не знают меня, они отступили от меня. Нет смысла в этом народе. И Божья цель – это страна. Страна в прямом значении. Самая лучшая страна. Страна в стране. И Латвия. Надо, чтобы церковь была сильной, чтобы вся Латвия была спасена, чтобы было свое государство Божье, в котором Бог. И я об этом думал всю ночь в голове, прокручивала это, как это лучше сказать. Но у Бога есть видение создать страну, в которой главный он. Его не интересует страны, которым все равно на Бога. Его интересует именно церковь. Потому что церковь – это и есть эта страна, столб и утверждение истины. И Бог хочет создать большой народ. И в книге Бытие написано «И разножай, разножай тебя». «И ты будешь отцом многих народов». И непросто, еще ему имя сменили. Он был Аврам, а стал Авраам. Буду Аврам, а стал Авраам. И это переводится как «отец многих народов». Авраам – это отец многих народов. Вот. В Библии четко описано Божье видение. И спасение. Только спасение сотни лет спустя. Спасение Богословия. И ничего особо не меняется, кроме как именно внутренние перемены. Какое было видение, так и осталось. Создать свою страну. Церковь. Церковь, аминь. Вот оно, это видение. Только сильная церковь с программами, со структурой и дисциплиной. Где Бог во главе способен изменить все. И способен изменить другие системы в государстве, в которых нету Бога. Вот такая воля Божья. Безумно говорить. Но есть новый порядок мира – это реальность. К сожалению. Но есть новый мировой порядок Божий. Божий мировой порядок должен заменить этот современный мировой порядок. И они продвигают свои идеи через банки, деньги, власти, организации, структуры, системы образования. Они создают эту систему. И Церковь не сможет противостоять этому, если мы не будем сильны. И поэтому Божья воля создать страну, государство. Да, один человек спасен – это хорошо. Это только маленькая часть всего, большого. Есть видение. Есть Божье видение. Это сердце Божье. Главная идея. Главная верховная цель – это Божья страна, Божий народ. Вот. Вот Божий план. И я упомянул фильм «Шиндер», лист Шиндера. Это человек, который спас, много людей искупил, и который потом, к сожалению, спился и жил за счет денег тех евреев, которых он спас. Был такой военный человек. И он создал большой бизнес. И он эти деньги использовал, чтобы спасти евреев. И он использовал деньги евреев. Ну, у кого какие запасы дать сюда? Они не хотели давать ему науду, но о чем ему оставалось? Но у него были деньги. В итоге он создал фабрику, и через эту фабрику люди были спасены, потому что они были приняты там на работу. И в конце фильма он там плачет и говорит, что он мог бы спасти больше, мог еще одного еврея спасти. Эта машина сколько стоила? Ну, машина, которую он загружил евреев. В этой машине мог еще пять евреев спасти. Мог людей спасти. И он плачет. И знаешь что? Там было право. Если бы у меня было больше денег. Если бы у меня было больше денег, я бы спас больше евреев. Вот. Слово о пожертвовании. Спасение, искупление, главное как пресюса. Да ничего подобного. Нет, ничего подобного. Просто один спасенный, улыбающийся христианин через два-три года будет самым угрюмым и грустным, потому что нет сильной церкви, сильной страны, нет общества духовного, нет будущего. Потому что победить может не индивидуум, а церковь и страна, государство. И это Божья цель, большой народ, который его вводим Богом, и в который во главе Бог. И это государство, оно стоит на христианских принципах. И он хочет создать страну, и Бог хочет благословить эту страну, оберегать эту страну, вести эту страну, чтобы она процветала и была благословенна. И Моисей не мог войти в эту землю из-за старости, и вообще он должен был исполнить свою задачу в этой большой миссии. И у нас у каждого есть свой поворот. Мы каждый должен выполнить свое задание в своей домашней группе, в своем месте. И если мы это понимаем, то все хорошо. Ты можешь жить со спокойным сердцем. Ты свое время сделал, все то, что ты мог. И вот люди говорят, мы доживем большого пробуждения и так далее, и будет то и все. Но друг, надо каждый, чтобы сделать свою задачу, и это часть одного большого видения. Друзья, церковь должна быть миллиардерами. И если церковь о вопросе изживания, и мы должны создавать какое-то мероприятие или что-то, и нам нужно деньги, сто тысяч, например. Итак, знаешь, как должно быть? Ты, 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 каждый десять тысяч. Ты, ты, ты по миллиону, понимаете? Здесь должны быть люди, и должно быть много людей, которые зарабатывают сто тысяч миллионов в церкви. Что это за страна без денег? Это страна, которая не может устоять. Ненормальных школ может быть ничего. Детей должны отправлять в какие-то безбожные школы. Да, такие тенденции есть. И это все легализуется. Да, 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 в школе там такое учат, что родители уже не смогут на это никак повлиять. Если какие-то аферы на 250 миллионов, это будет ерунда по сравнению с тем, что, если будет неправильное правительство, Стамбульская конвенция и так далее. Синие чудеса, знаешь? Тебе кажется, все плохо. Мы хотели как лучше, а сейчас еще хуже стало. Было хотя бы две консервативные коалиции. Стамбульская конвенция и так далее. И мы хотели демографию улучшить и так далее. С помощью желтых, зеленых, синих разных людей. Пакистанцы и так далее. Или кто там вообще? Мы хотели как лучше, а теперь еще хуже. Что такое, друг? Ты знаешь, почему все происходит? Потому что они как крысы ссорятся из-за нас. Мы это заварили, я и вы. Мы это устроили. Они защищаются. У них было 54 голоса в коалиции. Сейчас 52, и еще все нестабильно. И люди кричали «Война, война, война». И сейчас они взяли санкционированную личность, которая руководит страной. Мы кружки от et hàng, знаете ли мы Count Захарahi. Вин это вопросов. Прикоспорта. Кас греблее, не так. Висы, тут не есть кто-то, не к себе. Тадо и прогрессиви. Висы слегти? Нет. Верно, как у нас тут неизвестно, как мы мы можем стингрид. Мы... Мы... Сильный дарь на них. Верно, как мы стартовали выборы, в выборах, мы божи любые, и Латвия на первое место попала в 7. Есть уже консервативные, и отыстили пар, и саскань не попали в 7, потому что мы вышли на арену, мы работали, мы регулярно проходим свои парадки, мы регулярно, потому что у нас есть цель, цель, которая даже больше, чем наша жизнь. Богом благословенной Латвия, и Латвия будет Божья страна, и люди сюда будут приезжать и смотреть, и видеть, что это возможно. Потому что церковь понимает видение и понимает роль церкви, это страна. И кто-то, ну что отслужить детям, вести на эти группы или нет, а ты подумай, это пусть твоего понимания. Ты хочешь свою сильную семью, детей, сильных, умных, образованных, духовных. Ты хочешь христианскую страну или языческую страну? И у язычников нет ничего общего с духовными путями. Ты можешь использовать возможность. И в зависимости от того, насколько ты используешь эти возможности, это указывает на твое понимание. Да главное, чтобы Бог просто спас и был благословенный человек. Нет, ты не можешь этим ограничиваться. Это ограничено. Ты должен образовывать, учить своих детей, думать о будущем, думать, как это повлияет в дальнейшем. Все происходит так, насколько ты много работаешь. И Божья милость, конечно. Ты думаешь, да, поживет пусть в мире, пусть поживет среди гомосексуалистов, их научат всяким извращениям, там вложат в них свои идеи. Такой всемогущий Бог. А Мир, Он всемогущий, да. Что даже потоп пришел и смел всех людей, кто не был, нежел по воле Божией. Я оставил одного, но. Итак, рождение свыше, спасение, потом видение. Третье – это личное отношение с Богом. В Евангелии от Матфея, восьмой главе, когда же Он с горы пустился, и вот подошел прокаженный, и кланясь Ему, сказал, Господь, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простерший руку, коснулся Его и сказал, хочу очистить. И Он тотчас очистился от проказа. И это было сверхъестественное исцеление. Это было чудо, о котором тоже мы должны задуматься. И Бог совершает чудеса. Да, я хочу быть спасен. Здесь есть ключевой момент. Человек хочет исцеления. Он хочет быть здоровым. Но недостаточно просто прийти, поднять руки и все. Да, но это хорошо. Один раз можешь что-то такое пережить. Но вся твоя жизнь не состоит только из одного поворота. И поэтому Иисус спустился с горы. Что это значит? Иисус был на горе. Он молился. Он постоянно поддерживал личные отношения с Богом. И поэтому Он может потом простереть руку и, повелевая, говорили, будь исцелен. О чем мы хотим? Богу не молиться? Жить, как хотим? А потом, я повелеваю, этому поливаю, то поливаю, и все. Это не работает. Ведь именно молитва дает тебе силу поступать правильно. Потому что, если у тебя силы, ты можешь повелеть болезни, уйти, каким-то вещам происходить. Но это после того, как ты провел время с Богом. Допустим, как Петр. Как написано, что вначале он Богу молился. И потом уже сказал больной, встань, бери Иисусу по среде. Он регулярно поддерживал отношения с Богом. И у него есть авторитет. Сказать болезни, убирайся. И ключевой момент – это личное отношение с Богом. Регулярное отношение с Богом. Это значит быть во Христе. Что значит быть во Христе? Это рожденный свыше. И личное отношение с Богом. Быть в отношении с Богом, быть под визией после того, как ты родился свыше. Четвертый ключевой пункт – это церковь. Филиппийцам один, один. Павел Тимофей всем святым во Христе Иисусе, который Филиппов, и он пишет послание церквям, диаконам, руководителям, которые во Христе Иисусе. Церковь. Скажи «Церковь». Аминь. Эфесянам 3.6. Язычникам во Христе Иисусе. Они стали наследниками обетований. Они стали участниками одной плоти. Что такое плоть? Плоть – это церковь. Они стали частью церкви, части Христа. Итак, быть во Христе – значит быть рожденным свыше, значит быть в видении, все, что под видением подразумевается. И это значит быть в церкви, значит быть в личных отношениях с Богом, каждому лично, и быть в церкви, и понимать, что ты находишься, являешься гражданином Божьей страны, государства. И мы, наша церковь, понимаем, что является частью всей большой церкви и других церквей в Латвии. Пятый пункт. Пункт – это служение. Служение. Деяние 9. И Петр ходил по всей земле. Он ходил, и он ходил, проходил из одного места в другое. И в 34 стихе. Он исцеляет человека. Иисус Христос исцеляет тебя. Встань, бери свою постель и иди. И он встал. Это чудо произошло в тот момент, когда Петр ходил. У него было служение. И на основе этого служения, благодаря его личных отношения с Богом, на основе того, что он был во Христе, произошло чудо. И Царство Божие росло. Также написано в 40 стихе, что он падал на колени, молился Богу и потом сказал больному, будь исцелен. И следующий ключевой пункт – это дела. Ефесянам 2.6. И он во Христе Иисусе. И вместе с Ним Бог воскресил нас из мертвых и превознес на небесах. Во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе воскресил нас. И мы рождены свыше, чтобы мы наследовали богатство. И в 10 стихе. Ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Бог предназначил нас на добрые дела. Мы должны так проходить повороты, чтобы дойти до конца. Свой час, свое время пройти свой поворот. И мы должны думать о пользе всего народа, всех людей. Если я вижу, что человек из нашей церкви шерит все подряд, из партии всех подряд, я понимаю, что человек ничего не понимает. Человек не понимает, что он должен заботиться о своей церкви. Люди же из другой церкви не делятся нашими записями, правильно? И мы, как церкви, заботимся о своем месте. Это не просто решение одного народа, это задача всей церкви. Если люди везде, где-то и нигде, то в этом не будет особой пользы. Ты признаешь свою церковь? Да, у каждого есть своя церковь. Аминь. Но это не значит, что мы не признаем другие церкви. Да, они братцы, они наши братья и сестры. Но просто мы патриоты своей церкви, так правильно. Мы должны создавать свою церковь, и мы укрепляем свою церковь, сильную. Хотя бы в духе. Мы одна из самых сильных церквей. Самая сильная. Аминь. Во Христе Иисусе созданы на добрые дела. Это значит быть во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе созданы на добрые дела. Все то хорошее, что ты придумал, что ты сделал. Думай о том, что ты свою церковь поднимаешь, и строишь, и помогаешь подняться Латвии и всей Прибалтике. Какие мы молодцы. Седьмой пункт. Деяние 5. 42. Это первая церковь, которую создал Иисус. Ты подумал о том, что пришествие Христа — это не только спасение. И Бог всегда как бы укражает. Если страна, которую я создал, если я не буду там на первом месте, там не будут Божьи принципы, то... Все. Единственный объединяющий и главный объединяющий фактор в церкви — это Бог. Он должен быть в центре государства, в центре церкви. И если это формирование, эта группа, эта страна отдалилась от Бога, то ему это уже не так интересно. Он оставляет эту организацию, это государство, и Бог угрожает. Так, тебя мы уничтожим и возьмем другой народ, и я изберу другой народ, который будет нести мой славу. И что же Иисус сделал? И вы знаете, что в 70-м году после Иисуса Христа Израиль перестал быть как государство. И что же Иисус сделал? Построил новую страну. Он же плакал в Иерусалим. Он смотрел на Иерусалим и говорил, здесь камень на камне не останется. Иисус знал цель, с которой он придет. Он сказал, Бог дал Авраму цель, он уверен, что это будет его народ, его государство. Но то, что они построили, они не заботились об этом духовно, и Бог это разрушил. Но Бог, они убили спасителя, они распяли, они предали. Так же, как у нас политики, они хотят распять Христа своими ценностями, своими идеями, своими безбожием. и все люди, которые наступают за духовные ценности, национальные объединения и так далее. Конечно, не говорится, что они именно христиане, но все-таки у них есть национальные интересы, волнуют христианские ценности, консервативные ценности. Но у нас во власти люди, безбожники, которые не знают Бога. Иисус пришел не только, чтобы мы родились выше, но чтобы создать новую страну, в главе которой Бог. И поэтому первый пункт, что мы не должны служить другим богам. Может быть, государство, может быть, огромная страна, империя, но она обречена, если там нет Господа. И победить это можно только строить церковь духовную и в своей жизни, в церкви, и в третью это строить церковь во всей стране. И вся латвийская церковь, мы должны быть в контакте с мировой церковью, должны дружить с христианами. И все эти глобальные политики, все эти швабы, они должны быть убраны с мирового ряда. Потому что мир, он глобальный. Если организация решила, мировое здравоохранение, что будет COVID, то будет COVID. И уже семинары проходят у медиков. что делать, если твой религиозный лидер против вакцинации. Они сейчас всякие информации собирают, материалы. и это все большой бизнес, большие деньги, да. Они все это крутят, и они хотят, чтобы везде был флаг их радужный. И у них есть свои ценности глобальные, и они продвигают свою идею глобально по всему миру. Кстати, вместе с другими депутатами христианами у нас есть дружество с христианами из парламента других стран. И в Зуме мы собираемся. Это то, что должно быть, то, что должно происходить. Мы должны расти, чтобы пришло Царство Небесное. И сегодня крещение. Я крестился в тюрьме. И у меня даже была печать от главы тюрьмы, что вот, я теперь крещен. Я сказала, напиши мне бумагу, что я крещен, чтобы все было официально. я был рожденный свыше христианин. Меня крестили. И я думаю, я и так безумная. У меня я и так уже полностью в Боге и так далее. А теперь такое произойдет после крещения, что вообще я в это верил. И меня кресят и все вообще будут в шоке. И что-то так изменится во мне. А ничего не произошло, когда я крестился. Когда ты ожидаешь что-то от Бога в момент крещения, да, конечно, что-то может произойти. Все это на нас влияет, и возложение рук, и так далее. Но само крещение на тебя не влияет, оно не спасает тебя. искупление тебя не спасает, потому что ничего не получится, если не будет всех пунктов. Потому что быть во Христе значит ни крещение, ни святая вечеря, но быть в видении и соблюдать принципы. Еще раз, в первую очередь рождение свыше. Это один из седьмих пунктов. Второе это видение, третье личное отношение с Богом. Четвертая церковь, служение, шестое дела, и седьмое, седьмое, что я не закончил, это деяния апостолов 5-2. Они были в храме и по домам. И что там написано? пишем. Каждый день. Представляешь? Каждый день. Седьмой ключевой пункт быть во Христе Иисусе. Соблюдать пункты каждый день. Аминь. Возьмите громкие аплодисменты Господу. Каждый день. И Павел пришел в Эфес. Встречает учеников. А мы вообще не слышали, что такое Иисус. Мы не слышали, что вообще есть Дух Святой. Павел говорит, я вас крещу. Павел молится за них. Они получают Дух Святой. Говорят на языках. Аллилуйя. Было учеников там в Эфесе. И восьмом стихе. Но он, Павел, вошел в синагогу и открыто проповедовал три месяца. И дело не только в том, что они рождились свыше, были крещены и получили Дух Святой. Но суть в том, что они были обучены. Они каждый день слушали проповеди. Он постоянно проповедовал там. И он брал учеников. И даже школу создался. И там они каждый день проповедовали. Каждый день слышали Слово Божие. Каждый день. Это ключевой момент. Каждый день. Регулярно. Постоянно. Аминь. литвинь. И Аминь. Регулярно.